В столице Германии открылся филиал Всемирного Уйгурского Конгресса. Церемония открытия с участием главы Конгресса Долкуна Исы состоялась 22 сентября. Во время церемонии Маргарет Баус из Федерального Совета Германии осветила вопрос человеческого кризиса в Восточном Туркестане. Демонстранты, вышедшие на улицы Гонконга в знак протеста против законопроекта об экстрадиции подозреваемых, достигли своей цели. Министр безопасности правительства Гонконга Джон Ли официально объявил об отзыве законопроекта, позволяющего экстрадировать подозреваемых в материковой Китай, особый административный район Макао и Тайвань. «Я заявляю, что законопроект был официально снят», — сказал Ли на трибуне Генеральной Ассамблеи Законодательного Совета. Более того, активисты продолжили свои действия, установив человеческую цепь перед посольством Англии. Демонстранты потребовали международной поддержки для протестов, продолжающихся несколько месяцев, целью которых являются демократические реформы. Специальный наблюдатель ООН по правам человека в Палестине Майкл Линк подчеркнул, что 52-летняя израильская оккупация является самым продолжительным агрессивным захватом и заявил, что блокада сектора газа противоречит 33-й статье Женевской конвенции, запрещающей коллективные наказания. Напомнив о гуманитарном кризисе, Линк сделал следующее заявление. «На протяжении 12 лет Израиль держит сектор газа в блокаде. Это не просто трагедия, а величайшая несправедливость, которая должна быть на повестке дня». Увеличение числа иммигрантов в регионах Боснии и Герцеговины, расположенных вблизи границы с Хорватией, и отсутствие площадей для размещения новых лагерей привели к усугублению кризиса. За последние два года Босния и Герцеговина, которые имеют сложную политическую структуру, столкнулась с иммиграционным кризисом после закрытия западно-балканского маршрута и потока иммигрантов, которые хотят отправиться в страны Западной Европы. Интенсивное скопление иммигрантов в городах, особенно вблизи хорватской границы и нехватка лагерей, поставили соответствующие власти в трудную ситуацию перед наступлением холодных зимних месяцев. Япония планирует направить войска на Ближний Восток, не присоединяясь к возглавляемой США коалиции для защиты своих коммерческих кораблей. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимитсу провел телефонный переговор с Майком Помпео. Мотеги сказал своему американскому коллеге, что Япония планирует направить войска в регион для защиты ближневосточных морских маршрутов. Министры пообещали тесно сотрудничать на Ближнем Востоке в деле взаимного снижения напряженности между Соединенными Штатами и Ираном. Силы Национальной обороны Южноафриканской республики сообщили, что сегодня два российских атомных бомбардировщика Ту-160 посетят Южную Африку. Ожидается, что российские самолеты приземлятся в 4 часа по местному времени на авиабазе «Ватерклофф» недалеко от Притории, являющейся политической столицей Южной Африки.